приветствую всех зрителей подписчиков моего канала с вами илюха и в общем продолжаю я сейчас исследовать боевую механику аркадки для тех кто не в курсе очень много летал и в сб и в рб и в бзс и в бобики и других авиасимуляторах преимущественно в режимах максимально приближенных к реальным но все же интересно мне было ощутить как приемы из фулл реала работают в боевой механике аркады и хочу поделиться теми впечатлениями которые я для себя обнаружил и знаете что я хочу сказать в первую очередь приемы воздушного боя действительно работают в том числе и в аркаде в принципе аркада отличается от того же sb лишь тем что вы сидите сзади как бы за самолетиком вы не находитесь внутри кабины и вследствие чего на мой взгляд мне как человеку привыкшему видеть все из кокпита в основном очень неудобно наблюдать за противником и за окружающей обстановкой до сидя в кабине вы все же имеете весьма ограниченный обзор так как вам будет мешать перегородки фонаря и вообще конструктивные особенности самолета но для меня это намного комфортнее чем наблюдать за самолетиком откуда-то сзади плюс к тому же еще и пользоваться каким-то непонятным радаром в этом я вижу самое сильное кардинальное отличие а если брать допустим элементы боевого маневрирования то в принципе все практически то же самое единственное что отличает то что на управление мышкой можно стрелять на очень дальние дистанции буквально там на километр и попадать на джойстики вы конечно же такого сделать никак не сможете ну и в качестве примера я совсем недавно опубликовал видео урок о том как разводить на энергию из l2 bzs и вот вам скриншот 1 1 из комментариев под которым разгорелась дискуссия где в принципе зрители сказали что данный прием работает не только на full реалах но и в том же самом rb мало того я поэкспериментировал полетал в аркадке и даже смог повторить его в аркаде смотрите как это будет выглядеть практически все то же самое вот этот виражился с хеллхэтом имея небольшое преимущество в энергии и сейчас начну его вывешивать единственный нюанс я просто здесь с непривычки немножко перепутал кнопки тангажа и начал разворачиваться его в сторону что не совсем верно но вот сейчас исправлюсь исправился и начинаю плавненько вывешивать его в спиральки здесь верхней точки выпустил закрылочки и также как в том видео уроке спокойно выхожу на позицию для ведения огня и расстреливаю как видите все работает абсолютно точно также без каких-либо проблем но еще хотелось бы добавить что даже в аркадном режиме иногда бывают такие поединки в режиме один на один и совсем недавно я попал как раз точно такую же ситуацию в результате чего мне на тайфуне пришлось повиражить с и 185 достаточно долгое время как раз в режиме некой воздушной дуэли сразу скажу мне было это немножко непривычно но я старался действия точно так же как бы пилать если бы пилотировал самолетом в какой-нибудь другом режиме типа sb или в бзс подкручивал элеронами работал рулем высоты и рулем направления и знаете получилось практически то же самое можете внимательно посмотреть сейчас на как раз именно на пример такого воздушного поединка а вот и и а и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и тут, казалось бы, обыденная ситуация, мы просто столкнулись. Но знаете, я человек достаточно внимательный к мелочам. И я пересмотрел несколько раз ситуацию перед моментом столкновения замедленной киносъемки. Давайте сейчас именно это с вами и сделаем. Вот сейчас наступит момент выхода на контратаку. Смотрите внимательно. Я выпускаю закрылочки и ставлю самолет вот сейчас в аккурат поперек траектории движения противника. И начинаю вести огонь. Смотрим внимательно. Видите, была первая вспышка. Я здесь полностью зажал просто гашетку. Единственное то, что в этой ленте трассирующих снарядов очень мало было, поэтому не все выстрелы мы видим. Но смотрите, ведется огонь. Полностью снаряды проходят. И внимание обратите. ИС-175 как раз пролетает сквозь очередь. Вот пошли первые трассеры. Смотрите, внимание. Проходит практически сквозь его крыло. Но учтите, что здесь две пушки Хиспана и здесь две. Это достаточно сильная огневая мощь. Но вот прошли еще раз. Вот еще прошли. Но это как бы след остался. Но ничего с этим самолетом не происходит. Абсолютно ничего. Никаких повреждений мы не наблюдаем. В этот момент посмотрим в левый нижний угол. Видим FPS там у меня залучено 60. Пинг всего лишь 45. Пакет ЛОС 0. То есть никаких каких-то там технических проблем с этой очереди не было. Но идет дальше столкновение. ИС-175 пролетает своим хвостом через кончик крыла. Ну и самолет собственно говоря разваливается. Что один, что второй. В принципе это все, что вам нужно знать о дамаг модели в этой игре. Ну а если отставить в сторону конечно же шутки. Ребята напишите в комментариях. Как вы думаете, что же произошло и почему дамаг в данном случае не засчитался. Ну а на этом у меня ребята все. Всем большое спасибо за просмотр. И если кому интересно, можете подписаться на мой твич канал. Ссылочка есть в описании. Стримы на твиче выходят гораздо чаще чем на ютубе. И здесь я стримлю самые разнообразные игры. Все ссылки есть в описании. Также можете вступить в мою группу ВКонтакте. Всем удачи.